Вести Карачаева Черкесия На состоявшемся заседании президиума штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России в режиме видеоконференцсвязи принята программа Карачаева Черкесия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которую поддержал заместитель председателя правительства страны Марат Хуснулин. Руководитель республики Рашид Темрезов отметил, что в рамках программы планируется построить и реконструировать 17 объектов водоснабжения и 4 объекта теплоснабжения общей протяженностью 129 километров 600 метров в 8 муниципальных районах республики. Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых услуг, составит почти 16 тысяч человек, проживающих в 14 населенных пунктах региона. Мэр Черкеска Алексей Баскаев и начальник Республиканского управления по обеспечению мероприятий гражданской обороны Роберт Алботов обсудили работу системы «Безопасный город». Вот уже продолжительное время в республиканской столице действует аналогичная городская система видеонаблюдения, основанная на современных технологиях и помогающая при необходимости отслеживать происходящее на значительных расстояниях с помощью более 200 камер. Стороны обсудили технические изменения в системе, ожидаемые в текущем году, а также вопросы слияния муниципальной системы «Безопасный город» с глобальной системой, контролируемой МЧС. На состоявшемся вчера заседании регионального правительства рассмотрели более двух десятков вопросов. В частности, утвердили государственную программу «Доступная среда» до 2025 года. В рамках программы в регионе планируется реализовать мероприятия по созданию системы комплексной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы их инклюзивного профобразования, а также мероприятия, направленные на формирование доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. Среди вопросов, которые поднимались на заседании регионального правительства, обсужден еще один, который касается самозанятых. Теперь самозанятые Карачаевой Черкесии, ведущие личное подсобное хозяйство, смогут получить субсидии на возмещение затрат. На них смогут претендовать не только сельскохозяйственные организации, но и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, применяющие специальный налоговый режим – налог на профессиональный доход. Карачаева Черкесия вошла в перечень пилотных регионов Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства. В ее рамках Министерством по делам молодежи Республики будет проведена системная работа, включающая в себя организацию мероприятий для молодежи. Участники программы смогут успешно развить свое дело, познакомиться с бизнес-партнерами и наставниками, объединиться с федеральными и региональными сообществами предпринимателей. Кроме того, участники получат доступ к образовательной платформе. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков номер один Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаево-Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогооргана. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. В этом году в республиканской столице продолжится отлов бездомных собак без применения насилия. В прошлом году по социальной программе отловили 186 бродячих собак. После полного курса обследования, стерилизации и вакцинации, бездомные животные были отмечены клипсами и поэтапно возвращены в места отлова. Все необходимые процедуры проводились в приюте временного содержания животных кисловодском. За период действия соцпрограммы в Черкесске всего было отловлено и затем возвращено в прежнюю среду обитания 770 бездомных собак. В текущем году в республике начнется капитальный ремонт трех домов культуры. Работы по преображению зданий запланированы в Зиюк, Эркин-Юрт и Ударном, Хабесского, Ногайского и Прикубанского районов соответственно. Вместе с тем в этом году завершится ремонт домов культуры в станице Зеленчукской, Домбае и ауле Малозеленчук. В картинной галерее Музея-Заповедника проходит персональная выставка работ известного карачаевского художника и скульптора, члена Союза художников СССР России, народного художника Карачаева-Черкесии Магомеда Хабичева, посвященная 70-летию автора. На суд зрителей художник представил свои лучшие работы, как уже известные широкому кругу ценителей искусства, так и новые произведения. Магомед Исмаилович работает с разным материалом – бронзой, деревом, пластилином и камнем. В его творческом багаже скопилось большое разнообразие техник, что позволяет мастеру создавать как классические работы, так и абстрактные композиции. В Карачаево-Черкесском историко-культурном и природном музее-заповеднике в эти дни проходит экспозиция «Дом музыки». Она создана из материалов фонда музея-заповедника и музыкальных инструментов, подаренных музею частными лицами. Особый интерес, по словам сотрудников музея, представляет фотодокументальный материал об известных музыкантах, композиторах и певцах, стоявших у истоков развития музыкального искусства Карачаева-Черкесии. Об этом рассказала заведующая сектором современной истории Государственного музея-заповедника Ирина Джигутанова. Музыкальные инструменты карачаевцев, черкесов, абазин, нагайцев, изготовленные местными мастерами, флейты, скрипки, барабаны, трещотки, национальные гармоники и музыкальные инструменты, бытовавшие семьях жителей Карачаева-Черкесии. Физгармония, колесная лира, балалайки. Также представлены афиши, рекламирующие значимые события в культурной и музыкальной жизни народов Карачаева-Черкесии. 19 школьников республики принимают участие в профильной смене по дополнительной образовательной программе «Технолидер», которая проходит во Всероссийском детском центре смена в селе Суко Анапского района Краснодарского края. Это победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов. «Технолидер» – это авторская программа «Центра смена», реализуемая с 2021 года. Она направлена на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности, а также развитию лидерских компетенций. Педагогический колледж имени Умара Хабекова продолжает помогать солдатам, участвующим в специальной военной операции. В этот раз помощь оказана 247-му гвардейскому десантно-штурмовому кавказскому казачьему полку. Отправлено 35 пар носков, 30 комплектов термобелья и 475 писем. 4 февраля в Государственной филармонии Карачаевой-Черкесии состоится вечер-концерт памяти Владимира Высоцкого. Песни и стихи прозвучат в исполнении музыкантов Сергия Зубарева и Дениса Непочатых. О предстоящем событии расскажет бард-рокер Сергей Зубарев. Первый блок я, конечно, сделаю песни, те, которые не нуждаются в аранжировках. В принципе, как говорили про Высоцкого, что это поэт для поэтов. Но сейчас уже время показало, что Высоцкого можно петь в любые песни и в любой аранжировке. Но я выбрал первый блок именно те песни, которые я всегда исполняю только под гитару, под одну гитару. Там будут все темы, темы гор наших, когда он снимался в вертикали, военные темы, лирические темы, темы каких-то других профессий, к примеру, шоферов, летчиков. Второй блок мы сыграем с моим другом Денисом. Но я уже говорил, что кавер-концерты и памяти, они очень огромная разница. То есть мы не хотим показать именно чисто Высоцких песен. Мы сделаем тоже как концерт памяти, где поют все-таки люди и других авторов, и свои авторские. Поэтому мы маленький блок такой сделаем из шести-семи песен и авторских, и других авторов тоже споем. Ну и в конце мы, конечно, с Денисом закончим самыми ключевыми песнями Высоцкого, которые знает уже вся страна. Поэтому я думаю, на два с половиной часа мы сделаем этот концерт. Карачаево-Черкесия вошла в десятку лидеров по чистоте воздуха. По итогам прошлого года городами России с наиболее чистым воздухом стали Кызыл, Республика Тыва, Астрахань и Элиста. Качество воздуха проверили в 170 российских городах. В десятку лидеров также вошли Кисловодск, Балаково, Брянск, Петропавловск, Камчатский, Черкесск, Рубцовск и Волгодонск. Компания «Россети Северный Кавказ» в прошлом году обеспечила платежи населения Карачаева-Черкесии за потребленную электроэнергию на уровне 99%, что на 6% выше, чем в позапрошлом году. В январе 2023 года больше всего зерна из Карачаева-Черкесии отгружено в Дагестан. Такие данные приводит старший государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Зинаида Исаева. В январе Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало отгрузку пшеницы, кукурузы и подсолнечника с территории Карачаева-Черкесии в другие регионы страны в объеме около 9 тысяч тонн. Отгрузки зерновых культур выросли в этом году в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего зерна направлено в Республику Дагестан, почти 3 тысячи тонн продовольственной кукурузы. В Ставропольский край отгружался подсолнечник на переработку, в Астраханскую область – кукуруза, а в Краснодарский край – подсолнечник и пшеница на пищевые цели. Перед отгрузкой зерна к управлению Россельхознадзора отбирались пробы для установления фитосанитарного состояния под карантинной продукцией. И только после подтверждения безопасности на нее оформлялись карантинные сертификаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Ветер юго-восточный А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова